всем шалом дорогие друзья из иерусалима шалом значит глава бешалах мы сегодня заканчиваем ее шестой седьмой шестой седьмой день отлично 6 7 день все и начать запись все дорогие друзья итак надеюсь что всех все хорошо да что всевышний всем дает все что каждому из нас надо для духовного роста и для жизни и мы заканчиваем главу в которой мы сегодня изучим очень важные вещи которые касаются вроде бы это был исход из египта но здесь заложена программа существования всего еврейского народа и всего мира на все поколения то есть это не просто не просто вот так вот да значит не просто вышли из египта и все то есть мы сейчас узнаем законы которые действуют с того момента и сейчас значит дело было так в вышли они из египта дошли они до моря на седьмой день перешли моря и египтяне погибли вышли из моря через три дня закончилась вода и они нашли воду горько вода начали опять плакать вода стала сладкой потом у них закончился хлеб 15 15 ияра они начали просить хлеб и мясо и вот значит мы дошли до места когда машем сказал все говорит бог вам все даст и вот значит и сказал бог машем говоря шамате он говорит слышал я жалобы сынов израиля скажи им что вечером будут они кушать мясо а утром они будут кушать хлеб и и узнают что я бог всесильный ваш значит всевышний он его была клятва аврааму и цхаку и окову что их потомки унаследуют землю теперь унаследуют они землю израиля земля израиля так как самое святое место в мире а есть самое святое место в мире еще святее это храмовая гора это там стоял храм и значит они должны были стать народом священником которые которые служат всевышнему и духовная сила значит идет в этот мир духовный свет и мир переходит на следующий уровень без зла без смерти без тех законов без всего вот этого негатива который есть сейчас это как бы глобальная картина но так как бог поклялся в раму и цхаку и окову что так будет а народ в к этом он был не готов то он отправил народ на тренировку на вот это вот египетское рабство изгнание они были там рабами значит 210 лет они были в рабстве в египте и значит там они прощались со своим эго можно так сказать араб у него нет своего личного его он он слушает хозяина и они учились слушаться хозяина то есть слушаться всевышнего вот они вышли из египта и тут же они перестали быть рабами как помните когда в советском союзе мы это пережили когда в после революции значит землю крестьянам в этом матросам кухарка управлять может государством и тут же кто захватывал власть тут же начинал сразу всех угнетать еще больше чем чем угнетали его да то есть почему то странно казалось бы что человек которого освободили он должен он должен ценить свободу а он тут же начинает угнетать того тех откуда он вышел да это прям сплошь и рядом и вот значит всевышний им дает тогда разные разные как тренировочные упражнения чтобы они поверили в бога и чтобы они поняли вообще как все работает и он говорит сов значим дам вечером мясо у них появится утром хлеб и поверят они что я бог и было вечером и покрыла слов это перепела такие вот жирненькие перепела покрыли они весь лагерь прямо с прилетела огромное их миллионы там людей прилетели миллион перепелов сразу да и значит ели они этих перепелов вечером значит очень вкусно варили жарили там что они с ними делали а утром они проснулись и увидели вокруг вокруг маханы вокруг лагеря покрыто все какой-то специальной какой-то удивительной росой и поднялась эта роса и увидели они в что весь вся пустыня покрыта покрыта какой-то тонкой такой вот крупой которая была такая она была сияющая такая крупа которая которая вот как я думаю она была похожа есть такой фрукт лечи такой вот он в шкуре в такой значит ее снимаешь и там такое вот оно как в общем сложно объяснить какое оно было факт тот что это была еда которая хлеб который падал с бою видели сына израиля и сказали каждый своему ближе брату мангу килоя думал что это они говорят какая-то ман это само слово ман это типа это какая-то заготовка да они сказали это какая-то заготовка не знали они что это такое и сказал муше им это хлеб который дал бог вам для питания то есть бог им дал хлеб который был на земле до того как первый человек совершил свой грех то есть это хлеб который спускался с неба и ему достаточно было вот этого вот питательное вот это вот мана до съедаешь этот ман и у тебя все тело напитывается все что тебе нужно но это не хлеб который растет и земли это хлеб который спускался с неба и всевышний его спустил тоже ман для них тогда в пустыне за это вещь который приказал бог и он сказал так собирайте из него каждый сколько скушает мера для для человека и мужчина должен собирать на всю свою семью по количеству душ то есть отсюда учатся все законы касаемые заработка учится из вот этой вот недельной главы здесь скрыты все все законы относительно того как как надо зарабатывать как люди зарабатывают какие здесь действуют вещи включая то что мужчина должен зарабатывать на свою семью значит что всевышний дает на каждого мужчины должны ходить собирать и каждый возьмет свой в свой шатер то что она собирает и начали делать таксы израиля и собирали кто больше кто меньше то есть были такие которые активисты дать я не давай ведрами этот ман собирать и когда они приходили домой оказывалось что у каждого есть ровно столько сколько ему нужно для его семьи то есть не больше не меньше теперь очень это интересно и сказал мужей значит не оставляйте это на завтра то есть вот сегодня сколько собрали столько съели и не слушали они муж и и оставляли некоторые люди до утра и утром в этой вот то что они оставляли заводили черви и она начинала страшно вонять и очень на них гневался муж и значит сейчас прочитаем я тогда расскажу что какие там устная то раз раскрывает нам закон об этом и собирали по утрам они этот мат ман да а когда поднималось солнце она значит все растаяло помните кто рано встает тому бог дает вот это отсюда то есть кто рано вставал он выходил собирал потом она кто поздно вставал уже нечего было собирать и было на шестой день и собирали в шестой день они собрали принесли у них друг было две меры два омера и прибежали они пришли они к мужа рабейну их князья представители старейшины и сказали муж и смотри сегодня два омера почему а он сказал так сказал бог может передал что есть шаббат святой день для бога и завтра не будет завтра ничего не делайте ничего не готовьте ничего не варите а то что все сегодня приготовьте вам на завтра выпадает двойная мера и значит оставляли его в этот день до утра и он не завонялся то есть все было хорошо в шаббат ман не портится то есть они в шестой день как сегодня пятница собирали на два дня и в шаббат он не портился и сказал муж и это сегодня шаббат день для бога видите сегодня мы дочитаем главу сегодня как раз шаббат вот мы знаем не не найдете вы в шаббат не найдете никакой еды в поле так давайте пока какие от дочитаем и потом разберем законы шесть дней собираете а в седьмой день шаббат не будет в шаббат никакого у вас заработка это кстати еще здесь остановлюсь есть известная история и равзилвер любил рассказывать значит он говорил так что было два таких в америке два соседа два таких еврея которые которые всю жизнь работали такие работяги только один был соблюдающий шаббата второй не соблюдающий и как-то они уже были на пенсии у них рядом рабочие на заводе примерно не по одной тоже занимались и тот который не соблюдал шаббат он ему говорит вот этому который соблюдал слушай говорит я вот что-то не понимаю что-то не мне не сходится говорит смотри вот мы с тобой проработали на одном заводе 30 лет значит я по шаббатам работал я работал каждую неделю на один день больше а ты по шаббатам не работал никогда значит 52 шаббата в году плюс праздники ты не работал я работал значит это 60 дней в году два месяца в году я работал больше значит за два месяца в году я работал больше то есть я должен был получать на две зарплаты больше чем ты каждый год теперь если я получаю на две зарплаты месячных больше чем ты каждый год то за шесть лет я как бы год лишь не проработал а А за 30 лет, я 5 лет, я на 5 лет работал больше, чем ты. Говорит, ну мы живем одинаково, у тебя дом, у меня дом, у тебя пенсия, у меня пенсия. Что-то я не вижу, чтобы я за эти 5 лет заработал больше, чем ты. Где мои деньги, он говорит. А тот ему говорит, ты знаешь, вот написано как раз в этой недельной главе Бешалах, что то, что в шаббат человек пытается собирать, нет в шаббат заработка, Всевышний ему не дает. И получается, говорит, даже если тебе зарплату платили, но ты, значит, ее тратил на адвокатов, на врачей, куда-то у тебя эти деньги, значит, пустую, уходили на какие-то неприятности. Это значит, вот прямо отсюда это учится. И было в седьмой день, вышли некоторые собирать, и не нашли. И сказал Бог к Моше, до каких пор отказываетесь вы соблюдать мои заповеди и тору мою? Ну, до каких пор он говорит? Ну, что же это такое? После всех чудес. Посмотрите, Бог же, посмотрите, Бог дал вам шаббат, Бог дал вам шаббат, да? Значит, и поэтому Он дает вам в шестой день хлеб на два дня, чтобы вы могли сидеть и не выходить в седьмой день. Значит, и народ после этого, кто верил в Бога, они отдыхали в седьмой день, не выходили работать. И, значит, назвали они вот этот ман, эту пищу они назвали маном. Значит, и сказал Моше, значит, возьмите ман этот на память, чтобы на все поколения вы вспоминали и помнили вот этот урок, который вы сейчас здесь выучили. И положите Омер одну меру, такая, глиняный кувшинчик, положите в ковчег. И, значит, будете всегда вы вспоминать, что Бог, как вас Бог кормил в пустыне. Значит, и сорок лет ели сыны Израиля этот ман, пока они были в пустыне, сорок лет они его ели. Это была их основная пища. Теперь, следующий отрывок идет до конца главы. Значит, выехали они оттуда, и когда они выехали с этого места, где начал выпадать ман, через три дня опять не было воды. И опять начал народ ругаться с Моше. Начали они ругаться и сказали, дай нам воду, и мы будем пить. И сказал им Моше, ну что вы со мной ругаетесь, что вы со мной ругаетесь, зачем вы испытываете Бога? Ну ведь вы уже поймите, и ман уже, и мясо с неба, и море раступилось, что Бог о вас в нужный момент позаботится. Умейте спокойненько радоваться и ждать, и все будет хорошо. Значит, ну они хотели пить, и начали они опять жаловаться на Моше, и сказали, и он им говорит, зачем вы на меня опять нападаете? А они ему говорят, а зачем ты нас вывел из Едипта? Что, убить ты нас хочешь? Значит, убить ты нас хочешь, и наши стада от жажды. И закричал Моше Богу, начал он молиться, и говорит, что я сделаю, он говорит, для этого народа? Еще немного они меня камнями закидают. Это удивительно, что в Пертеод написано, что 10 раз они гневали Бога, и в итоге они все-таки его так раз гневали, что он их повернул в пустыню на 40 лет, сказал, вы не зайдете в землю Израиля. И тут мы учим все вот эти вот моменты, которые есть в каждом из нас внутри, вот эти вот жалобы, вот эти вот постоянно недоверие к Богу, и так далее. И сказал Бог Моше, значит, пройди мимо народа, и возьми с собой старейшины, подойди, значит, к скале, и ударь по скале посохом, и оттуда пойдет вода. И сделал так Моше на глазах старейшин Израиля, и назвал он это место, знаете, как Маса-Умирева. Испытывали здесь Бога и спорили с ним. Значит, о том, что опять испытывали они Бога, чтобы узнать, есть Бог среди нас или нет. И вот тут идет завершение этой главы, идет прямо вот конкретно, нам дается формула, как все происходит, да, что, сейчас мы эту формулу полностью разберем, только конец давайте, события посмотрим. После этого пришел Амалек, Амалек это был народ злодеев, таких магов, Амлек это народ лакающий кровь, такие убийцы, вообще страшные люди, все маньяки поголовно, маги, колдуны, силы зла. И пришел этот народ и начал воевать с Израилем в этом месте, там, где они сказали, начали сомневаться в Боди и спрашивать, есть ли Бог среди нас или нет. И сказал Моше Иушуа, выбери нам, значит, людей, которые без греха праведники, и мы, значит, сейчас будем с ними воевать. И Моше стал, начал он молиться Богу, когда он поднимал руки, значит, побеждали евреи, когда опускал, у них было меньше сил. В итоге, значит, он, сражались они с этими Амалеками и, значит, победили их. И сказал Бог Моше, напиши это на память в книгу, значит, и чтобы Иушуа это все рассказывал, и обязательно запишите, стереть, стереть память о Амалеке из-под, из-под, чтобы стереть даже память о Амалеке. Амалек это народ, антипод еврейского народа. И, значит, построил Моше в этом месте жертвенник и назвал этот жертвенник Бог делает чудеса. И будет, значит, война, будет война Бога с Амалеком из поколения в поколение. Значит, вот мы закончили эту главу. Теперь давайте, какие тут здесь для нас уроки, очень важные для жизни. Прямо Малбин пишет, что здесь скрыты все законы, касаемые заработка. Касаемые заработка, касаемые то, что называется порноса. А, значит, какие здесь скрыты законы? Смотрите, первый закон скрыт такой, что когда они просили, когда они просили мяса и хлеба, хлеб это основа питания, основа жизни, то есть хлебом называется основная пища, которая человеку дается, которая идет из земли. Мясо это уже, ну, всегда считалось, что мясо это люксус такой, да, особенный люксус. Теперь, значит, они просили то, что называется на иврите Мютарот, лишнее в начале, а потом они просили основное. И Бог сказал, хорошо, я вам дам мясо. И мясо покрыло весь стан. Им пришлось за хлебом идти далеко, далеко выходить за пределы стана. А потом в другой главе написано, когда перепела перестали падать, то Манн стал падать им прямо в стан. Теперь, значит, говорит нам устная Тора, что если человек начинает стремиться за лишним для него, за излишками, да, то это ему не приносит в жизни радости, не приносит, приносит в жизни очень много сложностей. Это один из таких ецарара, и те люди, которые у него есть сегодня, что кушать, а он беспокоится за завтра, называется катнеимуна, те, у кого мало веры, нет у них веры в Бога, что Бог их обеспечит. То есть, это вот такая вот интересная здесь модель. Теперь, второе, что тот, кто, значит, здесь есть такое, о чем просить Всевышнего. Если ты просишь Всевышнего, значит, есть очень интересная такая мешна в Пертьевод, там написано так, что воду пей, хлеб ешь, значит, на земле спи, и жизнью страданий живи, и Тору учи. Если ты так делаешь, ашрейха витовлыха, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире, и хорошо тебе в мире грядущем. Это удивительная мешна, которую большинство никак не понимает. Как это так? Как воду пить, и хлеб есть, и на земле спать, и жизнью страданий жить, и Тору учить, а, значит, и ты при этом счастлив, и хорошо тебе. Ну, ладно, хорошо тебе в мире грядущем, еще можно поверить, что ты здесь страдал, значит, там тебе будет хорошо. А как же быть с тем, что счастлив ты в этом мире? И есть такое очень объяснение, понятное, что весь вопрос в том, что человек устанавливает для себя нормой. То есть, если я устанавливаю для себя нормой хлеб, вода, земля, жизнью страданий, учи Тору, жизнью страданий живи, Тору учи. То есть, я как бы, это норма, так этот мир устроен, и я это делаю. Но тут мне приходит, вместо хлеба, мне пришло, значит, там, каша овсяная. Я думал, слава богу, вот повезло, реально повезло, значит, и ты на этой каше просто ты кайфуешь. Теперь, но если ты понимаешь, что для тебя норма хлеб, вода, и тебе это неплохо, это для тебя нормально, то есть, я от этого, я вам даже больше скажу, что человек, который, например, не дай бог, был там месяц в тюрьме, и в тюрьме он спал на какой-то каменной кровати, давали ему там какую-то вообще, ну, в общем, еды мало давали, все. И потом он выходит из тюрьмы, и выходит он из тюрьмы, и попадает он в обычную комнату, в которой ему дают обычную кровать, обычный хлебушек, но свежий, и воду чистую, и он свободен. Так этот человек будет счастлив, он будет прыгать до потолка от радости, скажет вообще, как я счастлив, вообще, я на свободе, я не в тюрьме. Теперь этот же самый человек, привык к кровати, привык уже к хлебу свежему, все, к воде, и он сидит и думает, да, конечно, обделили меня жильем, обделили меня, значит, едой, вот, все, теперь мне, надо мне больше. и он, значит, начинает гнаться за больше, а гнаться за больше, надо больше работать, а больше работать, значит, надо еще, и он всю жизнь в погоне за больше. А говорит Всевышний в этой недельной главе, смотри, если ты оставляешь себе на завтра, завтра, что будет? Черви съедят и, значит, черви съедят и завоняются. Это напоминание человеку, вот ты копишь, 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 в какой-то момент приходят или забирают, это, Шлома Мелох нас предупреждал, царь Соломон, что есть богатство, хранимое для хозяев, для зла, и что придет человек, какой-то преступник и заберет. Мы видим, что так оно во многом бывает, да, сколько у меня есть друзей, знакомых, которые копили, работали, впахивали всю жизнь и потом вдруг бах сейчас, и они оказываются без ничего в новой стране, и они оказываются только с тем, что у них в голове, в сердце, в отношениях с людьми и все, то есть тот, у кого были хорошие отношения с людьми, ему люди помогают, тот, у кого были плохие отношения с людьми, ему люди не помогают, вот и все. Или там есть люди, которые прям работали, 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 впахивали, значит, все копили, 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 Потом был, например, мэр Харькова, такой человек, который всю жизнь боролся за эти деньги, больше, больше, больше. Потом бах, в какой-то момент, покушение, и он на инвалидном кресле. На инвалидном кресле, потом ковид, и он в 60 лет умирает, хотя всю жизнь он был очень сильный человек. И все, и куда идут деньги? Наследникам. А наследникам эти деньги мы видим из царя Соломона, мудрейшего из людей. Он был самый богатый человек в мире. Он оставил царство Израиль, построил храм, это был центр мира. Оставил своему сыну, Рихаваму. Сын его получил царство. Буквально через несколько дней приходят старейшины и говорят сыну, слушай, ты сын, ты не папа. Значит, царь Соломон действительно строил храм, там центр мира, мудрейший из людей. 700 джон у него, там 300 наложниц. А ты кто? Давай уже попроще. Отмени нам налоги, которые папа наложил. Мы хотим отдохнуть. Он говорит, да вы что, вы думаете, я не круче, чем папа? Они говорят, нет, не круче. Он говорит, да я сейчас вам докажу, что круче. Они говорят, докажи. И 10 колен отделяются. И возглавляет их беглый раб, который, Яровам его звали, который убежал от Шлома Меллаха в Египет. У него были какие-то с ним проблемы. И значит, ставят его царем. И что? Рихавам сел, подумал. Гражданская война, их 10 колен. Нас только колено Иуда. И он говорит, ладно, все, разделились, разделились. Оставьте мне Иерусалим. Я, значит, действительно доказали. Так часто бывает, когда родитель, он воевал, добывал, старался. Потом он уходит. И все это богатство, которое он копил, не то, что оно детям не переходит. Шлома Меллах об этом прям конкретно пишет и в Экклезиасте, и в Мишле. Оно, наоборот, во вред идет его наследникам. То есть, их начинают просто там разрывать на части, и все. Такое бывает. Теперь мы учим из мана. Всевышний говорит, вам каждый день выпадает. В пятницу выпадает двойная доза. Теперь, если выпадает двойная доза, шаббат, радуйтесь, радуйтесь, отдыхайте, кайфуйте. Все, значит, неделя начинается, даст Бог день, даст Бог пищу. Если ты хочешь много, тебе придется много работать. То есть, все в зависимости от того, сколько ты хочешь. Хочешь много, давай, но никто тебе не обеспечит, что ты получишь. Никто тебе не подтвердит, что ты получишь, потому что те, кто собирали много, у них оно до утра сгнивало. И никто тебе не подтвердит, что даже если ты получишь, ты будешь от этого счастлив. Но все, мы что, прочитали эту главу, закрыли, и все все равно занимаются чем? Занимаются тем, что или стремятся очень получить больше. Есть две комнаты, хочет три. Есть три, хочет дом. Есть дом, хочет пять домов, и значит, сдавать в аренду. А дальше что? Ну, не знаю, будет пять домов, подумаем, что. Потому что люди не читают эту главу. Надо читать Парашат Аман и понимать, как оно работает. Как только ты начинаешь сомневаться в воде, приходит Амалек. Амалек, это вот этот вот народ, это зло, да, это олицетворение зла. В чем оно заключается? Амалек, есть числовое значение слова Амалек, сафек, сомнение. Начинаешь сомневаться в воде. Начинаешь сомневаться в воде. Ладно, хорошо, отложили Тору. Ну, а что дальше делать-то? Зачем гнаться? Открываешь только ты компьютер, тебе сразу какой-нибудь мартитолог, гарпун такой в голову. А ты еще, ты там не был? А у тебя этого нет? А посмотри, как хорошо будет, когда у тебя будет эта машина. Ну что, все, тогда впрягаюсь в рабство. Беру кредит там, занимаю, обманываю, борюсь. Потом, откуда все эти войны, да? Откуда войны? То есть, получается, что есть некая верхушка, которая в каждой стране стремится захватить власть и наворовать денег. Потом, когда у них проблемы, они народ начинают отвлекать войной друг с другом. Сами сидят во дворцах, умирают другие люди. А те, которые на верхушке, они как бы, главное, власть удержать. Это ужасно. То, что происходит. И причина всего в том, что люди хотят то, что им не надо, вообще не надо. Человеку достаточно в день килограмм еды, и солнце светит всем одинаково, да? То есть, есть вокруг такая красота, природа. Можно заниматься духовным ростом, исследованием, изучением, спортом и так далее. Миллион возможностей жить прекрасно, кайфовать без войны. То есть, причина, интересно, что слово Лехен, да? И слово Милхама, война, они состоят из тех же букв. И когда человеку нужно больше, чем хлеб, начинаются войны. Потому что люди начинают друг у друга пытаться забрать. И это ужасно. Хорошо, дорогие друзья, значит, каждый может выстроить в своей жизни очень правильную систему координат. Если тебе достаточно немного, и ты не гонишься за лишним, тогда тебе, в принципе, много свободного времени. И можно готовиться к шабату. Всем желаю шаббат шалом, чтобы был у всех именно шаббат полный шалома. Шалом внутри, шалом в отношениях, шалом со Всевышним. В общем, чтобы был шалом, это еще и шламут, совершенство, цельность такая, совершенство. И чтобы Всевышний дал нам благополучие, каждому дал ман столько, сколько нам надо. А если не хватает, то надо себя спросить, задать честный вопрос, действительно ли мне не хватает. Или я себе придумал, что мне не хватает. И то, чего мне не хватает, оно реально мне надо, оно реально мне принесет какую-то прям сверх пользу и радость. Вспомните, как вы зачем-то гнались, получили. И что, прям это вас сделало счастливым на всю жизнь? Конечно же нет. Все, шаббат шалом, удачи, успехов. И чтобы Всевышний нам продолжал давать ман каждый день. И каждому дал то, что ему нужно. А чтобы мы умели за это благодарить, радоваться тому, что есть. И, значит, молиться Всевышнему в нужный момент, Всевышний даст каждому то, что ему нужно. Все, всем удачи, успехов. Шаббат шалом. И чтобы было Рифа Ашлама, Рав Ашер Бен Шендал. И все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было полное выздоровление. Счастливо, удачи.